По поводу возможного эбарга на поставки с Россией нефть и газа. Ну смотрите, Евросоюз примет такое решение, но запрет не будет введен сразу. Чтобы немножко правильно поняли, не может на сегодняшний момент, ну все страны Евросоюза, сразу отказаться от российских нефть и газа. Не может. Даже и что бы там ни говорили, ни призывали, флешмобы ни строили, это не это. С другой стороны, да, действительно, такое решение будет, когда Евросоюз принимает решение поэтапно отказаться от закупки в России нефть и газа. Это абсолютно реально. Ну и какой нюанс. Ну вот Франция, она действительно, то что Макрон сейчас выступает, да, она может отказаться от закупки российской нефти. Может. А она от нее мало зависит. Она больше зависит от того. Ну, то есть берет в ОПК. Она может отказаться от закупки российского газа. Там, по-моему, 3% что ли, даже 2%. Ну, чтобы вы правильно поняли, от Франции больше всего газа берет с Алжира. Так что российский не играет. Германия не может. Не может. Ну, там постоянно начинает говорить сколько зависимостей. Да, большой довольно процент. По этой причине, ну, скорее всего, так, то, что там можно прочитать, понять. Какое будет принятое решение? Да, вводится эмбарго на покупку российской нефти. Но оно начнет действовать в конце этого года. То есть, грубо говоря, дается, так сказать, до конца года время, чтобы та же Германия перепрофилировалась больше на покупку нефти. Ну, к примеру, в ОПЕК. Там, скорее всего, увеличат поставки из Садовской Аравии. Это однозначно. Ну, там Америка, как бы немножко, подсветится. Не исключено даже из Ирана поснимают санкции, он будет больше продать. Не удивляйтесь, ребята. То, что вот, вот, Иран, Россия, умоляю вас, как только Ирану сказать, пацан, мы тебя любим. Он пошлет эту Россию на три буквы и четыре. Все, я не знаю. То же самое Венесуэла. Вот, Венесуэла такой союзник. Как только ей дадут возможность продавать нефть в США, она сразу союзнику перейдет в другую сторону. Так что, такая ситуация. Но это нефть. За газом сложнее, ребята. Ну, даже как бы там ни крутили, как бы это, ну не может Германия отказаться от газа в течение года. Минимум три года. Три. Не, может, три, может. Поэтому, опять же, решение будет скорее такое, что поэтапно мы отказываемся, но окончательно. Но там в 2025 году. Реально. Абсолютно реально. Это вполне возможно. За это время действительно можно заменить. Не обязательно жижено. Там есть другие интересные варианты. Опять же, Иран вспоминается. Не удивляйтесь. Да, такая ситуация. Вообще, по большому счету, я думаю, это реализует. Вот понимаете, в чем нюанс. Раньше это все откладывали на потом. А сейчас будет смысл. Те же немецкие компании вполне реально договорятся с Туркменистаном и Узбекистаном. Абсолютно реально. Тем более, у них отношения и туркмены, и узбеков по отношению с Россией. Ну, так скажем. Тем более, у них Газпромы сильно обидел. И тогда все очень просто. Строится газопровод через Каспийское море. Это реально. Дальше вклинивается, ну, грубо говоря, ведется до Турции и пошел. Сработает. Сразу говорю, сработает. Техническому. То есть, ну, скажем так, если это профинансирует европейская компания, построит. Построит. Абсолютно реально. И тогда действительно газ, потому что сейчас что Газпром делает? Он по дешевке туркменов и узбеков выкупает газ. Сейчас очень дешево. А через свои трубы не дает гонять. А теперь у них будет своя труба, и они могут послать Газпром подальше. Так что такая ситуация есть. Насчет того, куда Россия может продавать. Ну, смотрите. Если не будет европейского рынка, ну, с нефтью, да, она продает Китай. Но Китай, во-первых, не резина, а во-вторых, он покупает очень специфично. Он требует большой дисконт. И, опять же, скажем так, он может немножко больше купить. Ну, слово, немножко. То есть компенсировать потери европейского рынка за счет Китая Россия не может технически, математически. Никак. С газом еще сложнее. Газ, который поставляют в Европу, в Китай нельзя гнать. Вообще. Ну, то есть там надо строить по-новому хатам. Вот там это строительство может лет на 10. Чтобы правильно понял. Вот переключить так, хоп-па, нет, нельзя. Там оно так построено, что тот газ, который в Европу, он только в Европу. Ну, теоретически можно в России потреблять. Ну, в России столько не надо. По этой причине, вот если это ввести, что может произойти? Ну, понятное дело, это не означает, что сразу экономика России развалилась. Но экспортная выручка продажи нефти и газа будет уменьшаться. Даже несмотря на то, что цены выросли. Ну, цены-то выросли, а объемы продаж уменьшились. Я говорю, даже поэтапно. Вот они, если принимают решение, они будут меньше, меньше. Меньше будет, меньше. Так что такая ситуация вполне реальна. Вот такие эмбарго будут. Это реально. А вот такое, чтобы сразу хап, никак. Не сработает. Пофантазировать можно, реально или нет. Так что ждем решения Евросоюза. Там, говорят, ну, в Севере связывают и с выборами Франции. То есть выборы Франции, если пройдут. Ну, да, сейчас даже Макрону как бы сложновато. Выборы пройдут. Понятно, кто победил. Скорее всего, Макрон. Скорее всего. Но я не знаю, честно говоря. И тогда уже будут действительно вводить этот шестой пакет. Как раз до этого Путин еще раз про глупости сделает. Однозначно. И будет как раз предлог. Что касается американцев, смотрите, что они сейчас делают. Это вообще вещь очень хорошая. Они начинают сейчас гайки закручивать так званые втричные. То есть когда берут и начинают блокировать компании, которые не напрямую покупают в России, а через посредники. Начинают создавать им проблемы. Ну, вот даже из Индии. Нет, причем они как создать? Они просто беседуют. И говорят, два варианта. Или мы сейчас применяем санкции к вашей компании, или вы добровольно отказываетесь от российской нефти. Вот Индия отказалась. Нет, нет, не будем ссориться. Ну, поймите, Америка, как бы вы будете ругать, проклинать. Самый большой рынок. Ну, самый большой, ребята. Самый, больше всего в мире покупает Америка. Потерять или когда вас не будут пускать на этот рынок. Ни Индия, ни Китай. Ну, Китай не может. Китай существовать не может без рынка США. Не может. Вы понимаете, не может. Да, они ругаются. Связан очень сильно. Так что, вот такой вот нюансик. Ждем санкции. Ну, и воюем дальше. Нет, конечно, здесь играют действительно две роли. Во-первых, тяжелое вооружение. Не спорю. И санкции. Причина, я так понимаю, что даже, даже, когда уже война пойдет на убыль, или даже закончится, санкции будут. Это уже, не дармо Силуанов сказал. Ну, ты же мне с финансами призвал жителей России. Так красиво, что вы должны быть готовы, что санкции. Ну, я не сказал навсегда. Не сказал. Я сказал на длительное время. Санкции будут длительное время. Так что, жители России, готовьтесь к санкциям. Чтобы любили своего Путина. Вот видите, один старый царь сделал хлопасть. Теперь всю жизнь будете мучиться. Санкции очень страшные, ребята. Это напрасно. Это страшно, что-то. И зарплата, и цены. Это все санкции.